Седьмой созыв завершил формирование рабочих органов. К ворум заседания соблюден. Все по плану утверждены. Составы комитетов, их количество в этот раз приросло. Вместо единого аграрно-экологического в ближайшие пять лет будут работать два. Комитет по аграрной и продовольственной политике и Комитет по природопользованию и экологии. Время распределить полномочия и огласить список председателей и их заместителей. Президиум комитет по социально-экологическому строительству местного самоуправления и развития гражданского общества предлагает кандидатуру депутата законодательного собрания Ульяновской области Шерстнева Сергея Александровича на должность председателя комитета законодательного собрания Ульяновской области по высшему надземному комитету. Дмитрий Грачев вновь глава промышленного сектора в работе парламента. Вячеслав Ковель в шестом созыве председательствовавший в аграрно-экологическом в этот раз возглавит комитет по природопользованию и экологии и станет зампредседателя комитета по аграрной и продовольственной политике, во главе которого встал Рамиль Хайрулин. Председателем бюджетного комитета выбрана Мария Шпак. Денис Седов сменил на посту главы комитета ЖКХ своего однофамильца. Андрей Седов в новом созыве будет его заместителем. Даже депутат вправе принимать участие в работе любого комитета. Также депутат, не являющийся членом комитета, имеет право поставить вопрос, внести вопрос в соответствии с регламентом повестки дня. Он может, не являясь членом комитета, при рассмотрении повестки дня комитета, задать любые вопросы в рамках повестки дня комитета. Коллеги по парламенту вице-спикера поддержали депутат, в первую очередь представитель народной воли, а не статусное лицо. И об эффективности того или иного народного избранника говорит отнюдь не его должность в структуре законодательного органа. Что касается федерального представительства, то в Совете Федерации от Ульяновской области продолжает работу Сергей Рябухин. Сенатор остается в бюджетном комитете. Наша задача как можно быстрее сформулировать от Ульяновской области наше предложение, чтобы мы попали по всем разделам в бюджетную роспись, как подчеркивал президент Российской Федерации Путин, чтобы бюджет, несмотря на специальную военную операцию, несмотря на противосанкционные какие-то меры, которые предпринимаются по инициативе президента и правительства, все-таки он будет социально ориентирован. К рассмотрению проекта бюджета совсем скоро приступят и в законодательном собрании региона. Задача все та же – внимательное отношение к первоочередным вопросам и работа над пополнением казны. Вера Мещерякова, Юрий Тимонин, репортер 73.